Главное событие на фронтах сегодняшнего дня официально заявляется о том, что Малый Котел, Северодонецкий, еще Золотогорский его называют, он захлопнут. И этот вопрос очень хочу обсудить с нашим гостем Алексеем Журавко, депутатом Верховной Рады Украины 5-6 созывов. Алексей, здравствуйте, как слышно? Здравствуйте. Алексей, тактически и стратегически... Да, 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 пожалуйста, сразу вам слово, если вы готовы беззвести. Я смотрел этот сюжет в Освенции и эти наклейки, я вам могу сказать, что я думаю, что это согласовано с спецслужбами Польши. Я думаю, это очередная провокация. И думаю, что делали это националисты для того, чтобы все-таки взыграла русская кровь и так далее. Конечно, это кощунство в первую очередь. Это еще раз доказывает, что и Польша, и украинская власть, она работает совместно. И доказывает, что это уже превращается в фашистские, можно сказать, государства. А да, не есть сегодня фашистские государства, потому что методы терроризма используются. Методы используются самые настоящие, как СС Эстапа использовала в свое время, это во время Великой Отечественной войны и так далее. Да. Ну, спасибо за комментарий. Это очень важно. Если это действительно при согласовании польских спецслужб, то этим самым польским спецслужбам надо, опять же-таки, обратиться к статистике. Шесть миллионов человек по результатам Второй мировой потеряла Польша. Шесть миллионов, пятая часть страны. А их это уже не волнует. Почему? Потому что все то, что происходит на Западе, назовем так, это Германия, Франция, это Польша и так далее. Ведь сегодня радикализируется общество против России. И когда-то я вам в эфире говорил, что фашизм 21 века сегодня возрождается. Просто еще не нашли этого фашиста. А так, не за горами, у нас самая настоящая Третья мировая война. А это мы наблюдаем. Зачаток Третьей мировой войны, которая началась со стороны на территории Украины. И Америке это сегодня выгодно. Поэтому мы сегодня наблюдаем эти процессы, когда сжигается зерно. А не было ли это в Великую Отечественную войну, когда немцы сжигали зерно, несмотря ни на вагоны, несмотря на зернохранилища. Целыми полями выжигали специально для того, чтобы посеять голод. Ведь сегодня Россия идет фактически под метод растерзания и выжженного поля. Давайте будем говорить прямо. Да, в России тут-фу сегодня хорошо с зерновыми. Да, хорошо сегодня засеяли поля. Да, мы надеемся на хороший урожай. Но если они максимально... Да, надеемся. А может быть и больше, дай бог. Но если мы надеемся на то, что сегодня у России хватит резерва для того, чтобы сегодня содержать некое время Украину, а гуманитарная помощь идет и в виде хлеба, и в зерновых, и прочее-прочее другого, то они сегодня наносят этим урон. Им надо максимально разрушение во всех направлениях. Это и в хозяйстве, это и в экономике, это и в инфраструктуре и так далее, чтобы как можно больше Россия потратилась. Это своего рода открытый фронт. Только он называется гуманитарный фронт. Вот они сегодня уничтожают. И им все равно. По методу фашизма, по методу нацизма, по методу СС-Гестапо. Это все было. Надо использовать. Вот и все. Я от себя добавлю по поводу ситуации на фронтах по Северодонецкому котлу. Это, собственно, Лисичанск, Северодонецк, Рубежная. Те самые места, откуда все 8 лет по Луганской Народной Республике наносились артиллерийские и прочего характера удары. Вот сейчас группировка там в котле, это 2,5 тысячи человек. В перспективе ожидается еще больше картел, туда уже выше по карте. Там окажется от 5 до 7 тысяч человек. И сейчас я какой аспект хотел бы даже больше не по тактической ситуации, стратегической на фронтах, а именно вот по этому отголоску темы с вами поговорить. Сейчас вроде как назревает вообще самый высший пик конфликта между Зеленским и Залужным. Залужный, командующий, он якобы, опять же мы все это узнаем от инсайдеров, из источников, из СМИ, он был против того, чтобы туда отправлять новые силы в СССР. Более того, он был за то, чтобы отойти вообще, покинуть эти рубежи, дабы сохранить гарнизоны. Зеленский был против. Более того, на стороне Залужного якобы выступили функционеры Пентагона. Но Зеленский был против. Но сегодня, когда эти клещи захлопнулись, котел уже сформирован, Зеленский якобы во всем обвиняет Залужного, мол, ты командующий, ты и виноват. И некоторые эксперты, а части голосов этих некоторых экспертов я доверяю, потому что очень редко они ошибаются, они говорят, что вплоть до военного переворота сейчас в Киеве созревает ситуация. Как вы видите, возможен ли военный переворот? Действительно ли есть конфликт между Зеленским и Залужным? И какую роль в этом играют как раз-таки функционеры Пентагона? Давайте так. Как говорится, Украину имеют и продолжать имеют. Первое. То, что имеет такая позиция и место быть, что конфликт между Залужным и между Зеленским, он существует, это факт. То, что Залужный более-менее грамотно, как военный, думает и правильно иногда говорит, это факт. Ну, надо смотреть на третью сторону. Давайте так. Зеленского не уберут по камесь, он не будет до конца использованы. Все карты находятся у американской и английской стороны. Раз. Говорят им английской в большей степени. Да, ну, мне без разницы. Мне без разницы, по большому счету. Они виновники этого всего преступления, которое происходит на Украине, да? Теперь, давайте посмотрим прямо. А нужно как-то Зеленского держать за одно место, за причиндали? Вот из-за ложного используют. Но, если где-то Зеленский сдрефит, или, извините за выражение, уписается, укакается, его ж надо кем-то заменить. А у нас на кону вопрос земли Львовской, а это с Польшей связано. А у нас очередной конфликт, который назревает со стороны Европы, так как они уже, можно сказать, подают оружие, прямую, созревает. Кто может Зеленского заменить? Кто сегодня ярко и четко поддерживает конфликт с Россией? Тот же самый заложный. А почему бы не сделать более кровавый сценарий и более такой агрессивный, не используя заложного, как военного? Поэтому сегодня берутся расчеты все во внимание. И этот конфликт не напрасно разыгрывает. А Зеленский, тот, который сегодня употребляет наркотики, эмоционально невыдержанный, не сдержанный, иногда может себе позволить нехорошие вещи высказать. Но ему подсунут, он и сделает это дело, как говорится, и попрет танком на того же самого заложного. Там же, извините, пожалуйста, одно варьо, кодло и пауки в банк. Вот и все, и разыгрывается сценарий. Не получилось сегодня у американцев, у англичанов родить самого настоящего, назовем Гитлера-2, арейца украинского. Если бы они успели родить такого, поймите правильно, вся бы Европа сегодня финансировала этот проект, война с Россией. Но как мы видим, что клещи закрываются, что войска украинские сдаются, нацисты сдаются, народ не хочет идти на войну, погибать за кого-то, убегает народ в Европу, еще куда-то, ловят там где-то в магазинах молодежь и так далее. Поэтому как бы сдуется этот проект Украина против России. Я знаю одно, что в любом конфликте, который сегодня происходит на территории Украины, Украина будет освобождена. И при том, заметьте, союзными войсками там воюют и украинцы за ДНР, и воюют россияне, и чеченцы, и ингуши, и многие другие национальности. А это же повторение Великой Отечественной войны, продолжение, то есть, извиняюсь, заметьте, только в современной версии 21 века. А так я вам хочу сказать, европейцы добалуются, что над Рейстагом будет флаг победы 21 века. Это мнение Алексея Журавко. Спасибо большое. Депутат Верховной Рады Украины 5-6 созывов был с нами на связи. Алексей всегда рад и в стримах, и в открытом эфире.